Какую панацею от рака нашли французские ученые? Умеют ли современные дети слушать аудиокассеты? И что нашли археологи в гробницах египетских фараонов? Об этом и не только в нашем международном обзоре. С раком будут бороться вирусы. Французские ученые пришли к выводу, что некоторые опасные вирусы в будущем смогут работать на человека и стать настоящей панацеей от агрессивных форм рака. Исследователи уже научились менять ДНК этих вирусов, чтобы они могли обнаруживать раковые клетки, а потом уничтожать их. Первые опыты прошли успешно. Более того, такое лечение работает целенаправленно, то есть не вызывает побочных эффектов, как химио- или радиотерапия, утверждают ученые. Чтобы продемонстрировать силу морского прилива, канадский художник создал огромное граффити. На восьмиметровой стене причала в заливе Фанди Шона Йора изобразил лицо девушки, которая выныривает из-под воды. Во время прилива вода постепенно затапливает изображение. Мастер работал над этим муралом в течение нескольких месяцев. Использовал только экологически чистые краски. Правда, ему часто приходилось менять график работы из-за приливов. 39-летний британец Джеймс Крейн предложил своим детям прослушать старые аудиокассеты. 12-летний Арчи и 10-летний Оскар прикладывали кассету к уху, смотрели сквозь них и даже пытались вставить их в телевизор. Искали в них также разъем для наушников и гнездо для батареек. Папа сначала подумал, что сыновья шутят, но на самом деле дети попросту не понимали, как с помощью этих приспособлений можно услышать музыку. Американский хоррор и американская мечта под таким девизом на неделе моды в Нью-Йорке прошел показ коллекции модного дома Кельвин Кляйн. В своей новой коллекции дизайнер Раф Симмонс совместил все, что принесло славу Америке. Фильмы Хичкока и Линча, современное искусство, высокую моду и уличный стиль. Модели демонстрировали атласные рубашки в духе Дикого Запада, деним с различными вставками и модные в следующем сезоне ковбойские сапоги. В Луксоре обнаружили гробницу торговца золотом времен Древнего Египта. Новая археологическая находка была сделана на западном берегу Нила, где расположены погребения древнеегипетских фараонов. В гробнице находилась статуя ювелира, его жены, а также погребальные маски. Предполагается, что мастер жил около трех с половиной тысяч лет назад. Потрясающее северное сияние зафиксировали в Норвегии. После рекордной вспышки на солнце прекрасный пейзаж наблюдали на Лафатенских островах. Где это природное явление очень часто можно видеть с сентября по апрель. Ученые уверяют, в этот раз все по-другому. Ведь магнитная буря продолжается, и северное сияние в ближайшие дни можно будет увидеть южнее Норвегии.